здравствуйте ребята сегодня мы разберем несколько задач связанных с электростатическим полем повторим закон кулона напряженность электрического поля потенциал энергии электрического поля и конденсаторы задачи мы будем брать из сборника рамкевич давайте приступим первая задача страница 90 задача номер 695 два заряда по 25 на наклон каждый расположенный на расстоянии 24 сантиметра друг от друга образуют электростатическое поле с какой силой это поле действует на заряд 2 на наклона помещена в точку удаленной на 15 сантиметров от каждого из заряда если заряд образующие поле одноименный мы возьмем один из случаев когда заряды 1 одноименный здесь есть второй вопрос у этой задачи что будет есть и заряды будут разные так давайте к 1 равно q2 условия задачи это 25 на на лоб или это 25 на 10 минус 9 степени кулон так расстояние между ними р это 24 на 10 минус 2 это метров да и давайте обозначим как d15 10 минус 2 метров тогда нас получится что-то вроде равнобедренного треугольника помещенного образующего поля какой силы это поле действует на заряд это поле то есть суммарное действие или равнодействующие силы f0 нужно определить так пусть у нас есть два заряда q1 у 2 которые равны между собой и так от каждого из них на расстоянии 15 сантиметров от каждого из них находится заряд q3 номинал которого равен равен 2 на наклон да и здесь не написала q3 равно 2 на 10 минус 9 кулон так q3 вот здесь у нас р вот здесь у нас d и d на бедренный треугольник в этом случае 10 можно опустить перпендикуляр высоту на же быть и бисектрисой и медианы тогда r пополам с этой стороны здесь d нас прямоугольный треугольник но нам позже чуть-чуть понадобится так сейчас давайте направим ось x вниз вот так вот продолжим ось x направили вниз и будем рассчитывать но если q1 и q2 одноименный будем определять направление действия сил вот направление действие сил от заряда q2 вот направление действие сил от заряда q1 так как они одноименные то оба обе этих силы будут зарядку 3 отталкивать отталкивать причем с одинаковой примерно силы что номинал у них одинаково расстояние одинаково есть теперь определим величину этого вектора параллельный перенос параллельный перенос вот 2 вектора так давайте обозначение введем это у нас пусть будет f2 это пыль будет f1 вектор и и параллельным переносом параллельным переносом именно вот так то есть мы f1 перенесли если вот сюда у нас получится вот такой вот вектор конечный вектор длина которого это сумма двух векторов f1 и f2 точнее проекции векторов f1 и f2 на ось на ось вот это вот x на ось x это и будет равнодействующая это то что мы не будем учитывать то что эти силы также действует и по оси y потому что они по оси y друг друга скомпенсируют так продолжаем дальше теперь определяем силу f1 f1 на что это как у 1 q1 на q3 у 1 модуль на q3 модуль зеленая на расстояние d в квадрате так f2 это к q2 на q3 деленное на d в квадрате и то есть хорошо f1 f2 мы определили теперь проблема заключается в том что векторная форма мы определили а скалярной форме как определить f1 и 2 если мы найдем вот эту углу то он очевидно будет равен вот этому равнобедренный треугольник все симметрично так давайте тогда определим угол вот этот назовем его альфа и тогда чтобы определить этот угол вообще нам нужен нам нужен косинус 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 вот в этом треугольнике вот в этом треугольнике половине равна бедренного треугольника для для этого треугольника косинус альфа это у нас что это прилежащий а это у нас высота к гипотенузе то есть h делить на d h делить на d как мы можем определить h а h это у нас d в квадрате минус r пополам квадрате деленное на d можно вот так вот сделать заранее посчитать косинус альфа и тогда проекция f1 x ну вообще давайте можем записать как f0 это у нас что это f1 x плюс f2 x и то есть что у нас к q1 q3 деленное на d в квадрате плюс умноженное на косинус альфа плюс к в квадрате косинус альфа косинус альфа вместо косинуса мы можем написать вот это вместо косинуса альфа ну и можно посчитать эти значения давайте рассчитывать не будем просто я покажу конечную форму к q3 можно вынести за скобки также можно вынести d в квадрате и вынести косинус альфа скобках останется только q1 плюс так это модуль и во второй скобки останется только q2 задача решена все величины известно также вместо косинус альфа давайте подставим вот это вот значение к q3 как ух3 d так d в квадрате минус r r пополам квадрате деленное на d и даже d в кубе что у нас было d в квадрате еще скобках останется q1 плюс q2 и закрываем ску таким образом у нас конечное уравнение получилось вот такую хорошо продолжим следующие задачи так это была задача номер номер 695 дальше посмотрим задача номер 700 значит номер 700 из того же сборника вопрос звучит так с каким ускорением движется электрон в поле напряженностью 10 киловольт на метр с каким ускорением движется электрон в поле напряженность 10 киловольт на метр так напряженность электрического поля е 10 на 10 в 3 вольт на метр до определить нужно с каким ускорением движется электрон то есть а неизвестно так вот у нас заряд движущейся с некоторой скоростью и соответственно с некоторым ускорением но я направил просто направление скорости вот у нас примеру есть некоторая пластина и напряженность электрического поля которая действует на данный электрон соответственно данная пластина должна быть заряжена отрицательно чтобы электрон двигался в указанную указанное направление тогда чтобы чтобы электрон двигался нам нужно с удивился с ускорением нам нужно чтобы выполнялся закон второй закон ньютона f равно m умножить на а где м это масса тела а это ускорение отсюда а равно f деленное на м с другой стороны сила которая будет действовать это электростатическая до сила так мы можем сделать следующее силу выразить из напряженности электрического поля это сила деленное на заряд данном случае заряд электрона и отсюда сила будет равна е умноженная на заряд электроны поставим вот сюда напряженность электрического поля деленное на заряд и на массу на масса электрона масса электрон нас постоянная величина заряд электрон также постоянно величина напряженность электрического поля дана, задача решена. Задача номер 703. Заряды по 0,1 микрокулон расположены на расстоянии 6 сантиметров друг от друга. Найти напряженность поля в точке, удаленной на 5 сантиметров от каждого из зарядов. Решить эту задачу для случая, когда оба заряда положительные. Ну, здесь у нас аналогичная задача 695, только здесь нужно определить напряженности по принципу суперпозиции. Вот два заряда по 0,1 микрокулон. Пусть они будут оба положительные. Q1 и Q2, они, во-первых, равны, во-вторых, они еще и положительны. Так, линия, соединяющая эти заряды и точка, в которой находится заряд номер 3. Заряд номер 3. Заряд номер 3. Так, здесь заряда нету, здесь просто точка, в которой нужно определить напряженность электрического поля. Направим ось X вниз, направим ось X вниз. напряженность, так, направление действия напряженности электрического поля от заряда Q2 и от заряда Q1 проиллюстрировали. Теперь зарисуем векторы. Примерно вот такого вот размера сделаю. вот так вот направлены и, соответственно, давайте у нас это будет E, так, был первый, E1, здесь E2, векторной величиной. Направим ось X вниз, ось X вниз и спроецируем. Вот первый, вот второй. Параллельным переносом, соответственно, вот это у нас E0, E0 получилось. Точно так же нам нужно определить вот этот угол альфа. А расстояние? Расстояние нам известно. Давайте я запишу, что нам известно. Так, заряды Q1 и Q2 известны по 0,1 микрокулон. Расстояние между этими зарядами также известно. R, значит, вот это R пополам. R известно, а также известно D. Расстояние D. Так, R известно и расстояние D известно. Я числа писать не буду, потому что мы решаем все в символическом виде. В буквенной форме. Так, угол 90. Здесь альфа неизвестно. Чтобы определить проекции векторов напряженности электрического поля на ось X, нам нужны косинусы. Косинус альфа равен из вот этого треугольника, из вот этого треугольника, из вот этого треугольника, да? Косинус альфа, прилежащий, вот эта высота, прилежащий катет, делить на гипотенузу D. Прилежащий катет можно определить, как из предыдущего уравнения, как D в квадрате минус R пополам в квадрате, деленное на D. Вот так вот, деленное на D. Теперь, напряженность электрического поля, формула K умноженная на Q, если это 1, то Q1. И расстояние, в данном случае, D в квадрате. Для E2 это будет KQ2 на D в квадрате. Соответственно, чтобы определить E0, нам нужно определить E1x плюс E2x равное KQ1 косинус альфа, деленное на R в квадрате, точнее D в квадрате, D в квадрате, плюс KQ2 деленное на D в квадрате, здесь еще косинус альфа. Можно вынести за скобки то, что повторяется. В данном случае, Q1 плюс Q2 останется в скобках за скобками KQ1 косинус альфа делить на D в квадрате. Значит, в скобках останется Q1 плюс Q2. Все, задача решена. Так, следующее. Следующая задача. Звучит так. Положительно заряженный шарик, масса 0,18 грамм и плотностью вещества 1800 килограмм на метр кубический находится в равновесии в жидком диэлектрике. В диэлектрике создано однородное электрическое поле, напряженность которого равна по модулю 45 киловольт на метр. И направлено вертикально вверх. Плотность диэлектрика в 900 килограмм на метр кубический. Найти заряд шарика. Найти заряд шарика. Так, хорошо. Во-первых, шарик плотностью, так, известна масса шарика, известна его плотность. Находится в равновесии в жидком диэлектрике. В диэлектрике создано электрическое поле, напряженность электрического поля известна, напряженность направлена вверх, плотность диэлектрика 900 килограмм на метр кубический. 900 килограмм на метр кубический. Так, это плотность тела, это плотность диэлектрика жидкости. Наша задача определить заряд шарика. заряд шарика неизвестны решили к неизвестным ситуация следующее так наш наша жидкость диэлектрическая жидкость пусть и уровень находится вот здесь вот и в этой жидкости я покажу что это жидкость находится шар необязательно что в центре ну просто я это написал на шар действует силы сила тяжести mg действие также сила архимеда вверх также действует напряженность электрического поля значит здесь где-то создан электрический заряд пластину какую-то однородное электрическое поле е и отсюда появляется действие напряженность электрического поля на заряженный шар здесь получается f и плюс еще возникает есть дополнительная сила архимеда f архимеда и вот эти две силы это сила кулона здесь сила архимеда сила кулонское взаимодействие электрическое давайте лучше запишем что напряженность электрического поля не создана точечным зарядом запишем уравнение динамики тело находит состояние покоя поэтому действие этих трех сил скомпенсировано поэтому запишем mg действующие вниз равно им же действующие вниз с плюсом идут сила архимеда и электрическая сила и все это равно нулю расписываем силу электрическую силу архимеда и mg mg у нас минус рожидкости так нам известны так плотность вещества плотность так масса шарика известна масса шарика известна м же объем тела до роджи рожидкости джи объем тел объем тела и плюс электрическая сила сила кулона если вы помните напряженность электрического поля это сила деленное на заряд так вот здесь мы должны эти силы значит напряженность электрического поля должны умножить на заряд данного данного шарика как раз таки этот заряд нам необходимо определить из этого уравнения из этого уравнения и куку и куку выразим mg пойдет с плюсом минус рожидкости джи объем мы представим как массу деленное на плотность тела плотность тела тогда ну еще заряд q равно масса вынести можно скобки джи можно вынести скобки 1 минус рожидкости жидкости делить на ров тело 1 минус рожидкости и 9 на рот тело и все это деленное на на джи электрического поля все задача решена задача решено масса известно g известно 1 минус рожидкости известно роте у известного джесс электрического поля тоже известно так это было значено на 731 31 хорошо теперь значит номер 728 пошли 728 на расстоянии сантиметра заряд 4 на наклон находится находящегося в жидком диэлектрики на джесс поле равна 20 киловольт на метр какой день какого диэлектрической прониками диэлектрика на расстоянии 3 сантиметра давайте r известно 3 сантиметра от заряда q известно находится щитком деле так и напряжён с поля равна 20 киловольт на метр я известна жидкий диэлектрик какой диэктической принцами диэлектрика и все неизвестно узнав и всего мы можем определить что это за вещество то есть численно определив диэктической проницаем среди можно определить рот этого вещества так вспоминаем напряженность электрического поля точечного заряда к ку деленное на r в квадрате также к у нас что такое к это 1 деленное на 4 пи и псион и псион 0 где псилон был за джесс эпсила это диэлектрическая проницаемость среды чаще всего диэлектрической проницаемость среды просто записывается вот сюда потому что потому что учитывается здесь не учитывается диэлектрик тип диэлектрика род диэлектрика если записано будет так 4 пи и псилон нулевое так просто удобнее форму использовать один день 4 пи и псилон нулевое вместо к записать можно и и псилон отдельно записать тогда будет гораздо удобнее и и отсюда эпсилон выразим точнее к ку деленное на так как у деленное на е и на р в квадрате вот такая вот получилась конечная формула к у нас известно постоянно лично заряд известный уже с электрического поля известно и р квадрате известно мы найдем диэлектрическую проницаемость среды хорошо это мы электростатику закончили практически до этой статику закончили теперь переходим к работе по перемещению заряда задачу номер 733 в однородном электрическом поле напряженностью один киловольт на метр перед переместили заряд минус 25 на накула направлении силовой линии на 2 сантиметра найти работу поле изменения потенциальной энергии заряда и напряжение между начальной конечной точками перемещение так записано что нам известно нам известно напряженность однородное электрического поля известно также известный известен заряд минус куон отрицательный произошло смещение д на расстоянии 2 сантиметра наша задача определить работу поля изменение потенциальной энергии заряда и напряжение между начальной конечной точками перемещения перемещения на жесты переместили за это применение силовых линий то есть у нас были какие-то силовые линии направлены изначально в каком-то направлении например вот такое вот направление у диаграмм напряженность электрического у силовых линий электрического поля так в этом поле в этом поле переместили заряд величина величина которых 25 на минус 25 на наклон в направлении совпадающем с направлением силовых линий это силовые линии и если силовые линии параллельны то и векторы тоже будут параллельными найти работу найти работу была точка первоначально а стала точкой так по действиям по действиям электрического поля точка переместилась из заряд переместилась точку переместился из точки а в точку б работа это как вы помните это сила умноженная на расстояние в данном случае еще на косинус альфа в данном случае косинус альфа у нас равен единице так как вектор напряженность электрического поля и вектор перемещения то есть перемещение произошло из точки а в точку б и напряженность электрического поля также совпадает с ней поэтому косинус равен единице сила связана с напряженность электрического поля формулой е умноженная на q так как напряженность электрического поля это сила деленная на заряд поэтому мы силу находим как е умноженная на q Тогда вместо силы мы подставим сюда E умноженное на Q и умноженное на S. Давайте вместо S, S у нас обычная механика, а здесь мы определяем как D. E Q умножить на D. E Q умножить на D. Так, это и будет работой электрического поля. Теперь определим изменение потенциальной энергии. Изменение потенциальной энергии в каждой из этих точек. В каждой из этих точек. Так. По определению потенциальная энергия здесь W1 и потенциальная энергия 2. W2 находим по формуле следующей. Так. W равное K Q1 Q2 деленное на R. Деленое на R. Однако, ну это классическая формула. Это фактически сила, та же самая сила кулона, умноженная на перемещение. Только одно из умноженное на перемещение R. А здесь было в силе это было R в квадрате. Появляется перемещение. И R можно будет сократить. Так. Но это работает только для точечного заряда. Здесь у нас однородное электрическое поле. Поэтому данная формула нам полезна быть не может. Но мы вспоминаем следующее. Чтобы определить работу, мы обычно записывали так. Это есть изменение потенциальной энергии электрического поля. То есть, ΔW это есть работа. Что есть? EQ умноженное на D. EQ умноженное на D. Далее. Определить напряжение между начальными и конечными точками. Начальными и конечными точками перемещения. Напряжение. Это есть разность потенциалов. Разность потенциалов. Φ1 минус Φ2. Что такое? Что такое у нас ΔΦ? Вообще Φ это есть потенциальная энергия, деленная на заряд, который перемещается. Соответственно, ΔΦ Φ это есть ΔW деленное на Q. А ΔW это у нас EQD. Тогда напряжение это EQ умноженное на D. И деленное на Q сокращается. У нас получается E умножить на D. E умножить на D это и есть напряжение, которое создается между двумя точками для того, чтобы переместить заряд Q из одной точки в другую. Это у нас была задача номер 733. Дальше. Задача номер 744. 744. 744. 744. Звучит задача так. Между двумя пластинами, расположенными горизонтально в вакууме на расстоянии 4,8 мм друг от друга, находится в равновесии отрицательная заряженная капелька масла массой 10 нанограмм. Сколько избыточных электронов имеет капля, если на пластины подано напряжение 1 кВт. Между двумя пластинами, расположенными горизонтально в вакууме на расстоянии 4,88 мм друг от друга, находится в равновесии отрицательная заряженная капелька масла массой 10 нанограмм. Давайте проиллюстрируем. Подробнее нарисую. Есть пластина. Вот вторая пластина. Так. Между этими пластинами находится капля масла. Кстати, данный опыт, данная задача взята из опыта Йоффа и Мейликина. Поэтому... Поэтому такая странная установка, скажем так. Капля масла, заряженная и так далее. На данную каплю действует следующая сила. Сила тяжести МГ. И, соответственно, от пластин действует также от нижней пластины. Если отрицательная заряженная капля, то снизу также будет отрицательная заряженная пластина. Отрицательная заряженная пластина. А здесь у нас положительная заряженная часть. Так. Тогда сила электрического воздействия будет действовать вверх. И будет компенсироваться. Вакуумное расстояние расположено в горизонтальном вакууме. Стояние 4,8 мм. Вот это расстояние между пластинами. 4,8 мм. Аж высота. Снимаем напряжение 1 кВт. Напряжение 1 кВт. Напряжение 1 кВт. Напряжение известно. Так. Чтобы тело находилось в состоянии равновесия, нужно, чтобы МГ было равно силе электрической. Что такое сила электрическая? Это есть Е умножить на КВт. В данном случае на заряд данной капли масла. Это заряд капли масла. Так. Тогда мы запишем МГ. МГ равный Е умножить на КУ. Е умножить на КУ. Чтобы определить, сколько избыточных электронов имеет капелька, нам нужно записать следующим образом. Количество избыточных электронов. Это есть общий заряд разделить на заряд одного электрона. Заряд одного электрона. Тогда отсюда заряд будет равен количеству электронов на заряд одного электрона. И мы вот эту вот формулу преобразуем. Вместо КУ запишем НЕ. МГ будет равное НЕ. Е НЕ. И отсюда остается только определить Н. Н это есть МГ разделить на Е. Чтобы определить количество Н, нужно МГ разделить, то есть левую часть уравнения разделить на то, что у нас справа. Так. Теперь проанализируем, что нам известно. Масса заряженного масла нам известна. 10 нанограмм. Далее. Скорее свободное падение постоянная величина. Напряжение с электрического поля неизвестно. Но есть напряжение. Но есть напряжение. Есть напряжение. Так. Напряжение есть. И высота. Так. Напряжение и высота. Теперь нам предстоит преобразовать данную формулу, используя напряжение. Вспоминаем. Что такое напряжение? Напряжение это разность потенциалов между двумя точками. Так. Работа. Это у нас что? Работа это е умноженное на q умножить на d. Е умноженное на q умноженное на d. И если мы представим, что напряжение это у нас разность потенциалов, а это есть что? Это есть дельта w деленное на заряды. Дельта w деленное на заряды. А дельта w это как раз работа деленная на заряды. А у отсюда равно е ку д делить на ку. Получится е умножить на d. Где в данном случае d это расстояние между пластинами. Расстояние между пластинами. Тогда мы запишем отсюда для данного случая конкретного е умножить на h. Е умножить на h это есть напряжение. Тогда напряжение с электрического поля, потому что нам нужно вот здесь в этой формуле напряженность. u деленное на h. Записываем. mg u заряд электрона h уходит вперед. mg h деленное на u и e. Такая интересная формула получилась. Так. Ну еще парочка задача осталась. 763. Площкий конденсатор состоит из двух пластин. Площадью 50 квадратных сантиметров каждая. Между пластинами находится слой стекла. Какой наибольший заряд можно накопить? Накопить на этом конденсаторе, если при напряженности поле 10 мегавольт на метр в стекле происходит пробой конденсатора. В стекле происходит пробой конденсатора. Так. Так. Хорошо. У нас плоский конденсатор. Так. Давайте я нарисую. плоский конденсатор. Между обкладками находится некоторый. Давайте я другим цветом нарисую. Между обкладками. Конечно, он прилагает очень плотно к пластинам. Просто, чтобы было удобнее. чтобы было понятнее вам. Вот это вот. Это у нас диэлектрик. Это у нас пластина 1. Пластина проводящая пластина 1. Проводящая пластина 2. И это диэлектрик. Это есть стекло. Стекло. Нам необходимо узнать наибольший заряд. Наибольший заряд. Известно, что есть площадь данной данного конденсатора. Площадь пластины данного конденсатора 50 квадратных сантиметров. В одном метре 100 сантиметров. Здесь во второй степени. если это в квадрате, 10 10 в четвертый получится. То есть минус четвертый. 50 на 10 минус четвертый. 50 на 10 минус четвертый метров. квадратных квадратных метров. Напряженность электрического поля. Максимально напряженность электрического поля 10 мега мегавольт, деленное на метр. какой наибольший заряд можно накопить? Наибольший заряд можно накопить? Какой наибольший заряд можно накопить? заряд Q неизвестно. У конденсатора есть следующее свойство. Q равно Емкость конденсатора нам неизвестно. C у нас равно Q так прошу прощения емкость конденсатора Эпсилон Эпсилон нулевое S деленное на D если это плоский конденсатор. Расстояние между пластинами наибольший заряд можно накопить на этом если при напряженности поля 10 мегавольт в стекле происходит пробой конденсатора. В стекле происходит пробой. Заряд равно Q равно С У Q равно С У мегавольт так эмм Наша задача определить вот этот заряд вместо емкости подставим Q равное Эпсилон Эпсилон так вот здесь нулевое так если скажем на 100 стекло то Эпсилон нам будет известно Эпсилон стекла можно посмотреть в справочнике или у вас в учебнике также эта величина должна быть С деленное на D и умноженное на U теперь вспоминаем так смотрите что у нас было с напряженностью как связана работа и напряжение работа и напряжение работа и напряжение так напряжение равно работа деленная на заряд или это Е Q умноженное на D делить на заряд Q сокращается Е умножить на D получится тогда заряд конденсатора Эпсилон Эпсилон нулевое С деленное на D S деленное на D умноженное на E умноженное на D D сокращаются у нас получится Эпсилон Эпсилон нулевое S так можно это все записать в числителе Эпсилон Эпсилон нулевое S и E получится SE это у нас получился заряд где S это площадь площадь конденсатора вот это вот у нас D расстояние между пластинами конденсатора Эпсилон это свойство диэлектрика Эпсилон 0 это постоянная величина электрическая постоянная ну и давайте последняя задача 769 конденсатору емкостью 10 микрофрат сообщили заряд 4 микрокулона какова энергия заряженного конденсатора какова энергия заряженного конденсатора так конденсатору емкостью 10 микрофрат c равно 10 10 минус 6 сообщили заряд 4 микрокулон q 4 есть 6 вот так здесь у нас франа какой нарезали на конденсатора какова энергия заряженного конденсатора дабы неизвестно энергия заряженного конденсатора в равна c у в квадрате деленное пополам нам известно формула q равно c умножить на у так место с у тогда бы можно записать как c умножить на у и умножить на у деленное пополам вместо циву запишем заряд потому что нам нужен заряд нам нужен заряд и нам нужна емкость то нам нужен заряд нам нужна емкость давайте заменим целую на q умноженное на у деленное пополам на к напряжению нас напряжением туговато напряжение нет отсюда мы можем напряжение выразить как у деленное на c получим вместо напряжение вот это подставим то что мы вы выразили q умноженное на q деленное на c на 2c получите q в квадрат на 2 c эту форму можно уже применять можно уже эту форму применять q квадрат заряд 416 на 10 минус так микро мин 6 в квадрате мин с 12 разделите на 2 и умноженное на емкость емкость у нас 10 микрофарад 10 10 мин 6 получится 10 мин 6 уходит числитель 10 6 минус 12 плюс 6 минус 12 10 мин мин 6 точнее минус 12 так 10 мин 6 уходит числитель с положительным знаком в индексе 10 минус 12 плюс 10 6 получится 10 минус 2 минус минус 6 есть минус 6 есть минус 6 так 8 0,8 степени у нас получилось ну я думаю на сегодня достаточно спасибо за внимание до свидания